Всем привет! Сегодня вы увидите пилотный выпуск новой рубрики на канале и очень хочется получить фидбэк от вас. В этой рубрике я буду супер кратко рассказывать биографию личностей, так или иначе связанных с геймдевом. И сегодня под мой взор попал Питер Мулинье. Ну и заставка. Питер Мулинье. Англичанин по рождению, геймдизайнер по профессии, француз по фамилии и пиздолу по призванию. Но пиздол не обычный, а сказочный. Вот например, скажи вам тот говор, что в Fallout 76 деревья будут расти в реальном времени. Вы бы поверили? А Питер запросто продал бы вам эти деревья. И игру бы продал. И вы бы поверили и просили еще. Но что-то я сам запизделся, давайте по порядку. Родился Питер 5 мая 1959 года в городе Гилфорд, Великобритания. И до 1982 года особо не отсвечивал. В 1982 году он начал продавать дискеты. Пустые, с играми, с софтом своего собственного написания. Позже он сделал игру. Текстовый симулятор управления бизнесом. The Enterprise... Вот название. Он пророчил ей большое будущее. И на полном серьезе вырезал себе огромный почтовый ящик для заказов. И тут я немного поясню. Мы живем с вами в прекрасное время. Сейчас любой инди-разработчик может опубликовать свою игру на любой площадке и спокойно продавать ее, не вставая с дивана. Но раньше все было по-другому. Покупателю надо было заказать понравившийся продукт из журнала, выписав чек на имя продавца. Продавцу, в свою очередь, приходит письмо с чеком и адресом покупателя. Далее продавец отправляет дискету покупателю, и только после этого конечный пользователь мог насладиться, это не точно, тем, что купил. Итак, сделал он себе огромный почтовый ящик. И что же произошло? А то, что продал он всего две копии, и одну из них купила его мама. Ставь лайк, если ты тоже у мамы умница. Любой бы сдался, но Питер не любой, он особенный. Ну, как не сдался? Он с товарищем основал компанию Taurus Impact Limited. И занимались они экспортом бобов. Бобов. Но вот вы видели где-нибудь банку бобов с ликом Питера? Нет. Вот. А значит что-то произошло. А произошло то, что компания Commodore International перепутала их бобовую империю с компанией Taurus, которая разрабатывала сетевое ПО. И предложила ему контракт на портирование якобы его ПО. Да не просто предложила, а еще и накинула ему партию своих компов Amiga. И наш Петька согласился, пока ребята из Commodore не поняли, кто он такой и чем занимается. Ну и разработал систему баз данных, которая даже была ничего такая. С этого первого вранья все и завертелось. И примерно в 87 году он основал компанию Bullfrog Production. И опуская никому неизвестные продукты типа Друид и Фьюжн, перейдем сразу к тому, что взорвало индустрию. Популус Популус – игра в жанре симулятор бога. Тут и пришла слава и почитание. Игра разошлась в 4 миллиона копий. И Молиньо со своей компанией попал под внимание о козла игровой индустрии. А именно Electronic Arts. Уже под крылом EA Bullfrog выпустили Team Park, Dungeon Keeper и Синдикат. И все они были прекрасны и хорошо приняты. Но в компании пошли перемены. И дружный творческий коллектив превратился в коммерческий паровоз, которым рулила EA. И Питер покинул компанию, чтобы продолжать творить. И основал Lionhead. Под флагом Lionhead Молиньо выпускает игру Black and White, которая была неким развитием жанра симулятора бога. Все было как в Популусе. Но из нововведений, во-первых, появился божественный аватар. Зверушка, которая олицетворяла бога для поселенцев. Они носили ему дары в виде своих урожаев или девственниц. Зверушка же это была не просто как мебель. В игре он играл роль Тамагочи. Вы могли с ним играть, кормить. Но самое главное, вы могли его учить. Добру или злу. Примерно во время таких творческих экспериментов, Молиньо попал под взор уже другой мегакорпорации. А именно Microsoft. Они хотели получить на свой Xbox что-то крутое и поразительное. И тогда Питер прям перед советом директоров Microsoft вывалил на стол свой огромный и красивый мир Fable. И тут-то и понеслось. Рассказы про деревья, растущие в реальном времени, полностью осязаемый мир, возможность сжечь какую-нибудь деревню, и все это отразится на игровом будущем. Но по итогу всего этого в финальной версии не было. Но это не помешало игре стать легендарной. Но дальше больше. А именно Fable 2, который тоже божественен. И Kinect. И вот тут я остановлюсь. Дело в том, что Майком для их Kinect'а нужен был System Seller. Что-то эдакое, что продаст эту систему массам. И тут на сцену выходит Молиньо со своим мальчиком Майло. Он сидел бы у вас в консольке, в смысле Майло, а не Молиньо, и общался с вами посредством Kinect, как настоящий мальчик. Реагировал бы на ваши эмоции. Учился, запоминал информацию. Но ему было не суждено появиться на свет. А на презентации сплошь и рядом были заготовлены геймплейный ролик и актриса в роли Клэр. После этого Питер покинул Microsoft и Lionhead. И основал новую студию. 22 Cans. С новой порцией лжи. И вот с этого момента Питер перешел на новый уровень. Теперь он начал врать по-крупному. Но давайте по порядку. Он выпустил Curiosity What's Inside the Cube. По сути обычный кликер, целью в котором было пробраться к самому центру. Где игроков ожидало что-то абсолютно уникальное. То, что навсегда изменит жизнь победителя, как говорил сам Питер. Но на фоне рисующих пениса игроков до центра добрался один, 18-летний парень. Брайн Хендерсон. И вот, что было его наградой. Добро пожаловать в конец Curiosity. Мы начали этот эксперимент в ноябре 2012 года. И мы были потрясены тем, как мир воспринял этот удивительный эксперимент. А в чем была суть эксперимента? Сможем ли мы сделать простейшую из возможных вещей? Объединить людей, позволяя тыкать на этот массивный куб? Сможем ли мы сделать, чтобы все задались вопросом, что в центре? Теперь, когда мы выпустили ее, первым вопросом был, что внутри куба. И я сказал, что мне известно лишь то, что внутри что-то удивительное. Что-то, что изменит вашу жизнь. И о чем же это видео? После того, как 25 миллиардов кюблетов были уничтожены в течение 150 дней, после того, как 4 миллиона людей загрузили игру на свои девайсы, и после того, как десятки тысяч игроков одновременно тыкали по кубу, мы достигли конца. И один счастливчик собрал плоды своих упорных усилий. Так что же может стоить всех наших усилий? Что же, мы могли бы дать вам совет, скажем, будь вежлив. Мы могли бы сказать, вы выиграли деньги, заберите их. Но нужно что-то более значимое, чем это. Нужно говорить больше о затраченных усилиях, не меньше, чем о результате. И поэтому то, что находится в центре куба, это то, что можем дать только мы. Возможность стать цифровым богом. Мы делаем игру под названием «Годус». Игра о том, как быть богом, ведущим своих последователей. И ты, достигший центра, будешь богом для всех играющих в «Годус». Ты будешь решать, по каким правилам ведется игра. Также, твоя жизнь будет улучшаться вместе с успехами игры. Каждый раз, когда люди тратят деньги на «Годус», ты будешь получать небольшой кусочек этого пирога. Позвольте мне уточнить и помочь тебе разобраться. От тебя зависит, по каким правилам люди будут играть в игру. Тебе достанутся богатства этой игры. От самого начала до конца твоего правления. По любому слову, будет меняться жизнь. У вас будет слава. У вас будет удача. И будет сила вносить изменения в игру. Сама идея позволить одному человеку почувствовать себя богом в игре, пришла к нам много лет назад. И только сейчас, когда мы все вместе, когда все игроки вселенной вместе, у нас есть возможность сделать это. И я надеюсь, что вы оцените по достоинству, как мозоли на пальцах от того, что вы кликали. И я надеюсь, мир согласится со мной, что это достойная награда для усилий, которые ты приложил, чтобы понять, что внутри куба. Спасибо огромное за твои усилия, и спасибо тем людям, кто не смог добраться до центра Кьюриосити. Кто знает, может мы начнем другой эксперимент, еще более интригующий. Спасибо большое. И вот, Питер врал на конференциях, врал журналистам, врал геймерам, но потом повел себя очень некрасиво. Он начал врать лично Брайну. Пообещал ему особенную роль в его анонсированной игре Godus. Он должен был стать богом богов. И плюсом ко всему, один процент с прибыли от игры. Но всего этого Брайан так и не получил. И интернет бурлил настолько, что издатель Devolver Digital совместно с Roll7 сделали Брайана игровым персонажем в игре Not A Hero. А сервис Humble Bundle запустил акцию забытого бога. И по ее итогу, Брайну выплатили 10 тысяч долларов, которые он потратил на путешествия, апгрейд компьютера и музыкальное оборудование. А Питер, в свою очередь, оправдывался тем, что сотрудник, ответственный за перевод денег Брайну, уволился и не передал свои обязанности. А фичу с богом богов в Godus так и не реализовали. В данный момент Питер Молиньо со своей компанией 22 Cents разрабатывает духовного наследника своей первой игры, которую он назвал Legacy. Он начал вести себя сдержанней на интервью и перестал обещать то, что ему приснилось. А что мы имеем в сыром остатке? Молиньо, он как ребенок, который нарисовал красивую картинку, но друзьям своим рассказывает, что написал картину на уровне да Винчи или может быть даже выше. Но картинка-то все равно красивая. Ну нет, в Fable полной осязаемости мира. Мне вообще похуй. Но нет, в Black and White системы синхронизации погоды. Мне вообще похуй. Мальчик Майло не вышел в свет. Вообще похуй. Да у меня Иксбокса-то не было никогда. Я всё равно люблю его игры. И продолжу в них играть. И Легаси я куплю и поиграю. И надеюсь, что Питер продолжит нас радовать своими фантазиями. А я надеюсь, что вас порадовал этот видос. И он зайдёт на ура. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Стучите в колокол. И если формат зашёл, то предлагайте следующего кандидата для ролика. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»